итак дорогие мои друзья добрый день сегодня у нас продолжение темы большая посадка вточных рукавов если в прошлый раз я вам рассказала о том что влияет на это все что вы не знаете просто иногда не учитываете ту технологию обработки которая применяется при создании одежды в индивидуальном именно пошиве то есть еще разочек напомню тем кто не видел предыдущее видео что сначала на первой примерочке мы не приметываем рукавчик не вметываем в пройму а уточняем эту пройму на примерке потом стачиваем обметываем утюжем делаем осноровку то и срезаем все лишнее и только после этого на этапе окончания мы начинаем вметывать туда рукавчик и вот тут непосредственно начинаются те проблемы о которых мы подробно поговорим именно сегодня итак длина пройма конечно увеличилась если у вас ручка худенькая если у вас ручка обычная стандартная условно типовой фигуры размеры условно типовой фигуры значит у вас проблем как правило с посадкой не будет но если у вас рука полненькая то конечно плюс прибавка рукавчик получает на свободу облегания рукавчик получается очень широкий а когда вы делаете примерочку вы хотите свое изделие сделать поуже и поэтому у вас получается конфликт между длиной когда вы делаете уже изделие то у вас длина оката рукава вот сначала он у вас был вот допустим вот длина пройма вернее вот да если вы вот здесь вы вот так кроите а потом вы вот это место забираете например очки да посмотрите что происходит происходит то что вы на самом деле сужаете свою пройму и ее длину делаете немножко поменьше поэтому увлекаться а рука то у вас полная вы не хотите лишнего объема по груди вы убираете вот эти ластовицы которые не столько расширяют нам наши изделия сколько работают на то чтобы как раз увеличить длину проймы и таким самым убрать конфликт между вот этой длиной проймы и вот таким каким-то окатом нашего рукавчика вот это окат рукава это верхняя точка это вот передняя половинка условно говоря нашего рукавчика так вот когда вы делаете пример очку вы вот сюда зачастую ставите ниточки вот так вот то есть вы немножко как бы укорачиваете свое плечо понимаете потом вы выполняете осноровку и на осноровке вот эту часть срезаете и вот эту часть срезаете и иногда вы даже хотите углубить допустим свое изделие и поэтому вы вот эту часть тоже срежете и смотрите у вас что происходит с длиной проймы длина проймы у вас увеличивается соответственно конфликт полной руке между длиной окат и рукава и длиной вот этой проймы он сокращается и рукавчик метывается хорошо но если даже и на этом этапе вам не удается это сделать то давайте сейчас поговорим более подробно какие еще приемы вы можете использовать и так длина нашего рука ширина нашего рукава это всегда ваша мерочка обхвата плеча плюс прибавка к обхвату плеча меньше она быть не может если у вас полная рука прибавка к обхвату плеча 6 сантиметров если у вас трикотажная какое-то изделие ткань не тянется то можно оставить 4 сантиметра для полной руки понимаете но вот эта эта мерочка никогда не изменится если она у вас есть там 40 сантиметров 42 сантиметра 39 38 она все равно останется и ширина оката рукава между точечками а и в будет довольно таки большая какую бы вы прибавочку вот здесь вот не взяли и конечно появляется вот этот вот конфликт потому что я никогда не подгоняю длину проймы к длине оката рукава и вы измеряя 6 сантиметров находите ой 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 как плохо хотя ничего плохого в этом на самом деле нет и так возвращаемся к решению нашей конкретной задачи наша задача вметать вот в эту проймочку нарисуем ее вот так условно говоря да как то вот так вот у нас она будет не очень ровная нарисована вы меня поймете это скажем передняя половинка это задняя половинка нашей проймочки это так называемая точка о для рукава и в то же время это точки p1 и p2 в нашей конструкции а вот это нижняя точка проймы назовем ее точкой g и для нашего рукавчика это соответственно точки а и точки в так вот вот в эту пройму нам надо вшить вот такой вот рукав не с нас не интересует это у него точка о это у него точка а и точка в соответственно это передняя половинка рукава и это передняя половинка пройма ну прежде всего чтобы если вы не имеете опыта и навыка вы знаете что у точного рукава должна быть обязательно посадка по окату рукава если посадки по окату рукава в точного нет то головка получается лысой и я считаю это на самом деле браком в нашей работе лысая головка которая прижимает вашу ручку вот в этом месте она не смотрится красиво все равно вокруг этого полная рука выталкивать будет и будет очень формироваться мелкие заломы это будет некрасиво то есть посадка должна быть а где же она располагается прежде всего давайте посмотрим значит вот на этом участке у вас ниточки долевая и уточная перпендикулярно друг другу а вот на этом участке они уже находятся под углом 45 градусов вот так долевая нить у нас проходит понимаете и вот на этом участке тоже у нас идет угол 45 градусов то есть этот участок как правило выкраивается по косой значит на этом месте будет легко выполнить посадку изделия и ее сутюжить идем дальше вот на этом участке долевая нить как идет видите опять долевая нить перпендикулярно поперечной нити значит вот на этом месте нельзя делать посадку рукава потому что у вас здесь появятся защитчики так же как нельзя ее делать вот здесь примерно по одному полтора сантиметра в разные стороны то есть три иногда четыре сантиметра вот здесь вот ну два три четыре сантиметра вот здесь посаживать нельзя а что же идет дальше а дальше опять идет косое направление нити значит вот здесь тоже можно наш рукавчик немножечко припосадить я не говорю что надо сильно это делать нет но легонькая посадка вот в этом месте она так хорошо работает на то чтобы ваш рукавчик как бы входил плавно вот в эту проемку свободно нигде не было натяжения нигде не было каких-то зажимов и ничего то есть вот если многие из вас знают что вверху нужно делать посадку то мало кто знает что она очень полезной снизу пожалуйста воспользуйтесь вот этим способом это как бы первый способ как вам подружить большую посадку рукава я даже никогда не измеряю в сантиметрах и вам не советую просто когда начинаете вметывать уже пытаетесь вот это все сделать если у вас вот этот вариант проходит то хорошо если не проходит значит следующий вариант разберем следующий вариант такой отwhere значит кто опытный тот умеет припосадить выполнить эту припосадочку руками без дополнительных строчек кто не очень опытный тот не очень умеет не очень владеет этим приемом поэтому что я вам советую вот у вас курав вот эта точка о на рукавчике вы его вот так вот сложили пополам нашли вот эту точку и вот эту точку Вот так вот, да? Так вот на этом месте, вот на этом месте вы прошиваете машинную строчку. С одной стороны развернулись и пошли шить с другой стороны. Вот так вот, да? То есть в эту сторону сюда, в обратную сторону сюда. Я вот так делаю. Здесь ниточки торчат и здесь ниточки торчат. Ну и сзади там два хвостика каких-то торчит. Вот. Это называется вспомогательные строчки. На каком расстоянии они должны проходить от этого среза? Посмотрите на каком. Значит, ваша основная строчка должна проходить вот тут. Большая ошибка прошивать эти строчки на каком-то другом месте. Вот так вот, да? То есть между ними. Между ними. А припуск вот этот у нас от среза до основной строчки это обычно полтора сантиметра. Я делаю. Я делаю полтора сантиметра. И вот так вот он сюда у нас этот вот шурчик будет потом уходить. Вот. Если здесь полтора сантиметра, значит строчка первая должна проходить посерединке. То есть расстояние от среза до этой строчки, вот это расстояние, будет 0,7. А когда я дошила вот до этой точечки, вот сюда пришла, да? Развернулась. И теперь я уже лапкой ориентируюсь на эту строчку. И расстояние от первой прошитой строчки до второй прошитой строчки. Ну, давайте вот так вот покажем, да? Вот это вот уже расстояние от строчки до строчки. Тоже будет 0,7. Да, вы мне скажете, что может быть будет видно вот эту вторую строчку. Ну и что, что будет видно? 0,7, я бы даже сказала, 0,8 может быть. Или 0,9 может быть. Чтобы вы, чтобы она действительно оказалась по другую сторону от основной строчки. И тогда вы, когда прошили эти две строчки, тянете за две ниточки верхних, либо за две ниточки нижних. И у вас чуть-чуть собирается окат рукава. Идете на утюг и сутюживаете. Потом можно еще раз подтянуть и еще раз сутюжить. Вот так у вас рукавчик начинает иметь, как бы вам его изобразить, головку рукава. Вот такой вот вид. Вот тут у вас прошито. Здесь у вас как бы идет вот такая вот присборочка. Тут прошито. Да? Здесь вот получается вот такая вот присборочка. И рукавчик, когда вы его поутюжите в этом месте, он становится в профиль. Вот таким. Вот здесь прошитая строчка. Вот там дальше. Вот так, да? А здесь как бы маленькая присборочка. Вы его наклоняете, окат рукава вот так вот наклоняете. А саму вот эту вот пройму пришиваете следующим образом. Вот смотрите, пройма. Это у меня пройма, да? Я пришиваю к ней рукавчик. Припуск у пройма расправляется сюда, а припуск рукавчика вот сюда. Вот так вот. Вот. И здесь у вас получается, что вот этот припуск, он лежит фактически на пройме. И вот так идет основная строчка. Поэтому как бы припуск соединения рукава с проймой, он поддерживает сам рукав. Если у вас есть плечики, значит, вы их будете пришивать. Ну, там горловинка какая-то, да? Если у вас есть плечики, вы их тоже будете ровнять вот на эти срезы. Вот так вот будете пришивать свои плечики, чтобы они у вас прикреплялись вот по этой линии, да? И тоже краешек плеча, плечевой накладки он поддерживал именно вот этот припуск. И тогда у вас получается такая симпатичная, хорошая история. Вот так. Это будет у нас второй способ, как вы можете уменьшить лишнюю длину оката рукава. Но есть еще и третий способ. Есть еще и третий способ. Помним все время о том, что у нас есть длина проймы, а у проймы есть... Давайте я его так нарисую. Вот такой вот припуск. Ну, пусть он будет у нас обработан, скажем, вот так. За утюжку. Пусть он у нас обработан вот так за утюжку. Так вот, смотрите. А это плечо? Плечо нас не интересует. Это пройма. Вы можете удлинить пройму, опять же, использовав, чуть-чуть выпустив. Вот припуск этот у нас обычно полтора сантиметра. Но когда вы сомневаетесь, вы полненькая, можно иногда и два оставлять. Вы вот из этих двух хотя бы один сантиметр вот так вот выпускаете. Вот здесь один сантиметр. Один сантиметр. И тогда на два сантиметра длина проймы у вас увеличивается. А это все у вас обметано. Вот так вот остается. Ну, я показала так, потому что это если в за утюжку. Но если это в раз утюжку, вы можете сделать все то же самое. Можно вообще выпустить вот так вот все под завязочку и оставить только вот в этом месте один оверлок. Как бы вы мысленно делаете все те же наши любимые ластовицы. Вот они. Как бы вы добавляете вот эти ластовицы. Таким самым образом вы добавляете вот эти ластовицы, чтобы расширить нашу пройму. Если и это не помогло, это третий, назовем так, способ, да? Если это не помогло, тогда вспоминаем про рукав. Вот у нас рукав. Вот у него шов. И вот здесь у него припуск. Как правило, этот рукавчик у полненьких рук, он имеет вид в крое вот такой. Вот такой. И здесь довольно широко получается в этом месте. Значит, что я хочу сказать. Нам надо опять же уменьшить длину оката рукава. Тогда берете и по сантиметрику заужаете рукавчик вот здесь. Да, у вас убавляется посадка. Насколько? На целых 2 сантиметра. Но вы сделаете примерочку. Сначала вы это сметаете. Если почувствуете, что у вас все нормально, значит, так и оставляете. Это будет третий. Извините, это будет четвертый способ. Как подружить. А какой будет пятый способ? А пятый способ будет это третий плюс четвертый вместе. То есть немножечко вы увеличиваете пройму за счет уменьшения припуска бокового шва и образования крохотных ластовиц. И одновременно с этим вы уменьшаете ширину рукава. Вот так. А какой еще шестой может быть способ, если вот это не сработало? А шестой способ, это одновременно и первый, и второй, и третий, и четвертый. Но я думаю, до шестого способа вы вряд ли дойдете. Вот так, если вы хотите, вот такие вот подробности могут быть. Что еще у нас есть? Какая еще есть возможность? Хочется рассказать вам вот о чем. Для того, чтобы вы поняли эту возможность, мы должны понять, о чем мы говорим. Смотрите, у нас есть две, два рукавчика, две формы рукава. Вот этот рукав, вточной, посмотрите, какой он строгий, и все хотят видеть именно такой. А вот этот рукав, его покроек, называется рубашечный. Если в этом рукавчике вы опустите руку, и у вас не будет никаких заломов вот здесь, и никакого напряжения, какая у него высота оката рукава? Видите, какая большая? Вот такая у него высота оката рукава. Ну, давайте напишем, скажем, 18 сантиметров, да? А вот это рубашечный рукав. Это вточной, а это рубашечный. Так вот, у полных рук чаще всего получается рубашечный рукав. Посмотрите, какая у него высота оката рукава? Вы видите, что если перпендикулярно восстановить эта линия, а вы ширины под проймой это тоже, то вот эта величина будет гораздо меньше той. Ну, и скажем, она будет там 16 сантиметров, да? Ну, или 15 сантиметров даже. Но если вы в рубашечном рукаве опустите руку вниз, вот мы опускаем ее принудительно, эту руку вниз, так как у разницы вот эта высота оката рукава маленькая, вот здесь, естественно, появится напряжение, появится вот какой-то такой заломчик, потому что этот рубашечный рукав будет хорошо смотреться только в том случае, если вы свою руку поставили на пояс, да, на бедро, на бедро поставили. А когда вы руку опустите, будет появляться залом. Так вот, если вы не боитесь этого залома, и у вас очень полная рука, и вам важнее всего сохранить комфорт и не уменьшать вот этих вот прибавочек, вот этих вот прибавочек, да, тогда вам нужно, чтобы сократить вот эту разницу, вот она у вас была, допустим, вот такая головка, взять и немножечко уменьшить эту головку. Значит, была 18 сантиметров, стала 16 сантиметров, 17 сантиметров, то есть вот это вы срезаете и, конечно же, длина оката рукава становится меньше. Но срезать надо немного. Сколько безопасно? Безопасно, чтобы не было вот этого заломчика, можно срезать. Можно срезать, или говорят, срезать или снять головку, снять головку, еще иногда говорят, 1, 1,5 сантиметра, но 2 уже появляется такое разное значение. Если очень широко, то и 2 незаметно будет. Ну, напишем 2. Но если вы срежете 3, 4, 5 сантиметров, конечно, появится вот такой залом. Но кого-то он не смущает. Для кого-то наличие этого залома не считается каким-то грехом. Ему важнее сделать гораздо такой вот комфортный и удобный рукавчик. Гораздо важнее сделать комфортный и удобный рукавчик. Ну, и вот это я бы уже назвала каким методом? Седьмым методом, да? Когда мы свой вточной рукав, о котором мы все время говорили, превращаем в рубашечный. Лена, секунду, на этом разрешите мне сегодня закончить нашу историю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч!